Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях начальник отделения уголовного розыска управления МВД России по Одинцовскому городскому округу, майор полиции Герасименко Екатерина Евгеньевна. Здравствуйте! Здравствуйте! И координатор вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» Елена Горячева. Здравствуйте, Елена! А тема программы «Розыск без вести пропавших. Взаимодействие с добровольцами и общественными организациями». Катерина, Елена, сколько людей по статистике пропадает в нашей стране и сколько приходится на Одинцовский городской округ? Как часто пропадают люди? По официальной статистике в России ежегодно пропадает около 100-120 тысяч человек. Если мы говорим про наш Одинцовский район, то в прошлом году мы зарегистрировали 927 сообщений. Большинство людей из них находятся, к счастью, живыми. Часть людей мы разыскиваем до сих пор. С чем все-таки это связано и каким образом вам помогают именно общественные организации, добровольцы в поисках пропавших людей? Причины, по которым люди уходят, они различные. Здесь мы можем говорить о разных категориях граждан. Это не зависит от их возраста, социального статуса. То есть теряются все. Потеряться может любой человек. То есть, по сути, это может произойти с каждым. Никто из нас не застрахован. Каждый из нас может заблудиться в лесу. Каждый из нас может потеряться в городе. То есть это реальность. Каждый из нас может просто разменуться со своим ребенком, с которым они пошли в торговый центр или в лес. Это сплошь и рядом, просто на это мало обращают внимания. Сейчас, мне кажется, я сказала, Елена, ключевую фразу. Мало обращают внимания, просто мало, наверное, люди задумываются о том, что вот это все может представлять реальную опасность и может коснуться конкретно их семьи и коснуться каждого. И, наверное, просто люди достаточно беспечно к этому вопросу относятся. Все надеются на ось, на самом деле. Да, ну это со мной не произойдет. Разве я могу заблудиться в лесу, в который я... Я 50 лет в него хожу. Да, в него хожу. Я знаю, каждый гриб под каким деревом, он растет, и каждый кустик, и этого не может быть. Но тут же еще влияют и всякие возрастные истории, да? То есть там какое-нибудь по состоянию здоровья, когда человек уходит. Одно дело, когда он был 50 лет назад здоровым, молодым, и он знал каждую березку, каждую елочку и каждую тропинку в этом лесу, а сейчас ему уже там 70-80 лет, он берет с собой внука, правнука, и идут они в лес, да? И там человеку становится плохо, начиная с сердечного приступа, заканчивая там всякими переломами и так далее. И в эти моменты тот ребенок, которого они с собой взяли, он остается там один. Мы таких потом детей также ищем. Ищем и бабушек с дедушками, которые также остаются в этом лесу, потому что они обездвижены, они беспомощны. Им просто всего нужно было сказать, куда они идут своим родственникам, когда они должны были бы вернуться, взять с собой заряженный телефон. Это самый-самый минимум. Просто что нужно было сделать. Мы подошли к правилам, да? Давайте, если мы уже так выделили, поход в лес, поход за грибами. Мы живем в той зоне, где они растут в огромном количестве. И, конечно же, как только стартует сезон, уже просто грибники массово выходят в лес, хотят прогуляться, хотят найти грибы. Что необходимо сделать, прежде чем вы хотите пойти, например, в лес за грибами? И чего делать нельзя? Я бы сказала, здесь не только грибы. Ну, просто прогулка в лес, прогулка в лес. Сказать родственникам, куда вы идете, в какой лес вы идете. Поставить в известность. Да, в известность. То есть независимо от возраста. Мы сейчас говорим и о пожилых людях, о возрасте людях, и о молодых. То есть абсолютно это касается каждого. Да, неважно, неважно, молодой или пожилой, обязательно мы сообщаем. Естественно, мы берем заряженный телефон. Не оставляем его в машине, думая, что мы в лесу его потеряем, поэтому мы его брать не будем. Или дома, да, думая, что тоже теряем. Ну, с учетом того, что сейчас есть способы зарядки, да, существуют. Пауэрбанкеры. Да, поэтому, мне кажется, это не составит труда тоже его взять с собой. Чтобы в нужный момент вы не остались без связи с внешним миром. Однозначно. Что, еще надо обязательно взять с собой какую-то еду легкую, чтобы много не нести. Можно, например, взять какой-то батончик. Обязательно с собой нужно взять воду. Если человек умеет ориентироваться с помощью компаса или навигатора, то тоже нужно его взять. Средства для разведения костра, это просто обязательно, как таблетки, которые человек принимает. Их тоже надо взять с собой. Обязательно, да. То есть ты, уходя в лес, собираешь уже себе такую небольшую котомку. Это стратегический запас. Да, но тем самым ты практически на 99% гарантируешь самому себе, что эту ночь ты будешь ночевать дома. Или даже если ты будешь ночевать в лесу, то тебя найдут, все равно найдут. С костром, с тобой ничего не случится, чем ты будешь один, беспомощный, без костра, в полной темноте. Слушать звук леса, слушать зверей и бояться. И всякие другие истории там тоже случаются. Ну, безусловно, проводится большая информационная кампания. И постоянно людям говорится о правилах посещения лесного массива, о правилах поведения в городе. Но, тем не менее, они пренебрегают этим, несмотря ни на что. Люди думают, что именно со мной это не произойдет. Да, вот как раз вот эта ключевая фраза. И о своей личной безопасности, наверное, каждый из нас задумывается в последнюю очередь, а не в первую. К сожалению, да. К сожалению. Но, тем не менее, если человек оказался в такой ситуации, если все-таки он понимает, что он заблудился, у него не работает телефон. 112. Который разрядился. Что ему? А, он разрядился. Ну, хорошо, ладно. Телефон заряжен. Давайте ситуацию повернем. Телефон заряжен, да, но нет связи. Не ловит связи. Да, не ловит связь, потому что такие тоже моменты бывают. Ну, первое, что нужно сделать, это остановиться. Успокоиться. Успокоиться, остановиться, да, находиться на месте. Потому что, если человек будет хаотично передвигаться по лесу, его будет сложнее найти. Вот, потому что спасатели начнут искать именно с того места, куда он зашел. И будут наиболее вероятные места проверять первыми. Если человек у нас будет двигаться постоянно куда-то, его будет сложнее и сложнее искать. Ну, вы-то уже знаете, по крайней мере, леса Денцовского округа, как свои пять пальцев. Они так же меняются. Они так же меняются. Вот в чем опасность леса? То есть, вот мы говорили о том, что человек ходит на протяжении 50 лет в один и тот же лес. Что с ним происходит? Ну, во-первых, те деревья, которые были 50 лет назад совсем-совсем маленькими костиками, это уже здоровые большие деревья. Некоторые деревья поедут окраедом, некоторые деревья повалены ураганами. И теперь там происходят вот такие вот завалы с высотой в несколькоэтажный дом. И человек, упираясь в этот завал, он тратит огромное количество энергии, чтобы его преодолеть, но тем не менее он все равно там может остаться. И тем самым он дезориентируется, когда он начинает обходить, он уходит с тропы, он идет по тропе, и на нем завалены деревья. Он начинает их обходить. Обходить, 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 тем самым он уходит в глубь леса. Насколько далеко таким образом может уйти человек от точки А? Да. Но вот по статистике, если обращаются за помощью в поиске пропавшего в первые сутки, то человек уходит не далее, чем на 3 километра. То есть мы находим их в радиусе 3 километра от точки входа в лес. Чем дольше этот процесс происходит, тем дальше человек уходит. Ну то есть есть, конечно, такие совсем суперспособные, суперспортивные бабушки, дедушки, которые уходят и за 16 километров, и за 30 километров в первый же день. Но основная масса людей все-таки теряется в радиусе 3 километров. 3-4 километра в первые сутки. Как правильно, куда нужно обращаться, если родственники понимают, что что-то произошло не так, не могут дозвониться, не могут найти, нет дома, на даче. Ну давайте скажем туда, наверное, общие правила, то есть не обязательно, если человек в лес ушел, да, гражданин может обратиться, позвонив на 112 телефон, он может также обратиться, прийти с письменным заявлением в полицию. И после этого сразу начнется работа. Можно сделать это параллельно. Но это сколько времени должно пройти? Не трое суток. Не трое суток. То есть мы вот эту цифру, потому что она очень долгое время, и все понимают, что нужно подождать трое суток, только после этого обращаться в полицию. Это сериалы нам вбили в голову. Ну вот, к сожалению, да, то, с чем боремся, то есть это неправильно. Да, мы официально заявляем, что трое суток такого правила не существует. Это заблуждение. Человек может обратиться с заявлением, сообщением о пропавшем без вести в любое время, как только он почувствовал, что действительно что-то случилось. Ну, естественно, первым делом он должен, ну, также успокоиться, попробовать своими силами, ну, позвонить друзьям, знакомым, ну, в зависимости от ситуации, да, если человек задержался с работы, вы можете позвонить на работу, да, вы можете сделать звонок в бюро регистрации несчастных случаев, можно позвонить в, там, близлежащую к месту исчезновения больницу, и если эти действия не привели к результату, тогда уже необходимо обратиться. Что касается детей, то здесь промедления вообще никакого не должно быть. Сразу, вот как только. Да, да, сообщается на телефон горячей линии 112, и можно тут же идти в полицию. И еще надо отметить, что необязательно у человека должны быть полные анкетные данные, либо фотографии, то есть это не является основанием для отказа в розыске человека. Но нужно вместе с этим понимать, что если мы не принесем фотографии, если мы не скажем какую-то информацию, там, то это все просто увеличит время для реагирования. Поэтому, если есть вот все, принести лучше сразу. Насколько вот дальше быстро все это происходит, и как быстро к вам подключаются именно общественные организации, добровольцы в поисках детей, пожилых людей? Как вот это взаимодействие устроено? Ну, опять же, если ситуация касается ребенка или ситуация, которая угрожает жизни и здоровью человека, там реакция происходит незамедлительная, мгновенная. С добровольцами мы говорим сейчас о поисковом отряде «Лиза Алерт». Мы в Московском регионе, в частности, в Одинцовском районе, с ними работаем на протяжении уже почти 10 лет, столько, сколько существует отряд. И у нас есть алгоритмы, подписанные Центром управления в кризисных ситуациях по Московской области, на основании которого мы передаем друг другу информацию. «Лиза Алерт» не работает без заявления в полицию, и мы также по определенным категориям граждан передаем информацию в отряд. Самый быстрый поиск по времени? Тот, который не успел начаться. Да, начаться. Это самый быстрый поиск. Человек вернулся, просто задержался куда-то. Нет, бывает такое, что, во-первых, если брать вообще как таковое слово «поиск» и методы проведения в разных поисковых операциях, то давайте вот посмотрим. Ну, например, очень хорошо работает оповещение. Оповещение – это как ориентировки, это как то же самое оповещение, то, что сейчас сделали сеть магазинов «Пятерочка», это островок безопасности. Если вот вы зайдете в магазин «Пятерочка», вы увидите там такой вот кружочек и стульчик оранжевый рядом. То есть там туда пришедший человек, который дезориентировался, который не понимает, где он находится. Сотрудники «Пятерочки» уже обучены, как вычислить такого человека среди такой толпы огромной, посетителей, покупателей этого магазина, этой сети магазинов. Они звонят на горячую линию 8800, которую у Лиза Алерт, и дальше этот человек найден. Ну, то есть практически найден, потому что идет обратный поиск, идет поиск родственников и так далее. Человек не помнит, кто он, не помнит, что он, но помнит, что работал 50 лет на каком-то заводе. То же самое в Сбербанках сейчас. Также есть островок безопасности, куда приходят и взрослые, и дети, если ребенок потерялся. То есть здесь уже зависит от родителей, если родители говорят, если ты потерялся, зайди в любое отделение Сбербанка, «Пятерочки», «Вкусвилл». И там будет островок безопасности, там тебе помогут. Также самое, то же самое там теперь. Ну, это сейчас очень важно, да? Это профилактика такая, да. То есть это профилактика, и это действительно может сделать для своего ребенка каждый родитель. Конечно. Какие еще вот такие вот компании существуют, которые вовлечены в этот процесс? Это вовлечен бизнес, абсолютно разный бизнес. Но, например, вообще для того, чтобы участвовать в поисках, можно помочь просто элементарно. Сейчас не так давно компания, топливная компания «Эко» запустила акцию вместе с Билайном, где любой человек отправит сообщение на 7878 на номер, любую сумму, там есть ограничение до 15 тысяч рублей, тем самым делится литром с поисковиками, которые выезжают на эти поиски. Потому что поиски – это очень затратная составляющая для любого волонтера, для любого добровольца дел. И постоянно выкладывая свою карманную сумму, там, купить оборудование себе, там, просто заправить машину, да, это довольно-таки накладно для любого семейного бюджета. А любой человек, там, я пожертвовал, там, тысячу рублей, она пожертвовала тысячу рублей, вы пожертвовали тысячу рублей, тем самым уже полный бак топлива, да, есть, и люди едут на поиск совершенно спокойно. Люди это делают добровольно? Да. Добровольно. Это ваши главные помощники? Ну, потому что, наверное, все-таки сотрудникам одни, ну, один в поле не воин, и справиться было бы гораздо сложнее. Конечно, конечно, добровольцы очень большую помощь оказывают в поиске, и если мы говорим про природную среду, это помощь вообще неоценима, так как большое количество людей с огромным опытом уже за 10 лет имеют уникальные методики, которые применяют для поиска человека именно в природной среде. Ну, 10 лет назад как обстояло дело? Не так. Гораздо все было... Я могу сказать, как волонтер, который как раз 10 лет назад только столкнулся с этим всем, то есть в моем представлении тогда, 10 лет назад, было, что когда пропадает ребенок, то здесь должно, значит, подключаться огромное количество ресурсов, должны летать самолеты, вертолеты, плавать подводные лодки, ездить танки, очень много должно быть военных, полиция, тогда еще милиция, если не ошибаюсь, должны быть задействованы все. Когда мы столкнулись с реальностью, когда на поиск Варихова-Зуева у девочки Лизы, в честь которой назван отряд Лиза-Алерт, все было несколько иначе, и где основную долю поисковую сделали именно добровольцы, тогда еще они не были объединены в какое-то сообщество, это были просто люди, которые увидели, кто на форуме, кто-то кому-то сказал, что вот там пропала девочка с тетей, типа поехали, ну поехали, и вот они сами как-то ходили в лес, как-то что-то делали, как-то пытались построить эту координационную работу вместе с полицией, вместе со Следственным комитетом. Вот тогда это все зарождалось, но тогда это было не так. Сейчас это гораздо легче, гораздо лучше, но, конечно, возникает, например, в каждом новом регионе, когда происходит какой-то резонансный случай, это повторение того, что было вот 10 лет назад здесь, в Московской области. Каждый раз полиция, там, Следственный комитет не понимают, что могут сделать добровольцы, как они могут помочь. Ну, после совместных проведенных поисковых мероприятий, поисковой операции, как и таковой особенность, если она заканчивается успешно, и человек найден, там появляется сообщество новой поисковой. Таким образом, уже больше 50 регионов задействовано за практически 10 лет. Елена, почему вы занялись в эту деятельность? Почему вы стали волонтером? Это хороший вопрос. Вы знаете, я не знаю. У меня был, видимо, какой-то такой период в моей жизни, когда вот эта работа-дом, 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 оно надоело. И тут вот меня зацепила история с Лизой. Я поехала, я ездила несколько дней. Я была тогда, когда нашли саму Лизу. И здесь вот этот вот день, именно, это такой, знаете, самый переломный момент во всей этой, ну, в моей именно истории, как поисковика. Потому что тогда я для себя четко осознала и четко поняла, что я не хочу, я не хочу видеть эти детские гибели. Я не хочу, чтобы мы находили погибших. То есть если искать, то искать детей, да, и быстренько находить всех живыми. Но, к сожалению, за 10 лет пришлось искать не только детей, пришлось искать и взрослых, и абсолютно разных взрослых, абсолютно разных детей. И ты понимаешь, что это такая проблема глобальная. То есть ищут не только у нас, ищут и за границей. И везде пропадают люди. И только раньше об этом не говорилось так, а сейчас об этом стали говорить. Сейчас об этом стали говорить, и более того, говорить о правилах личной безопасности. Как избежать такой ситуации? А если уж попасть, то действовать правильно. Безусловно, не кидаться в панику, не тратить силы, а, наверное, остановиться. И что сделать, Екатерина? Подождать, а потом набрать 112. Набрать 112. Прилетит вертолет? Он прилетит, безусловно, если у вас есть с собой спички, и вы сможете развести костер. Если у вас есть с собой фонарик, хотя бы даже в телефоне, вы сможете ночью просигналить вертолету, что вот он, я здесь. Вертолетик, миленький, найди меня. Потому что если вы заранее об этом не позаботитесь, ни вертолет не прилетит. Поисковики не смогут к вам так быстро и оперативно добраться. И текущую ночь вы проведете точно не дома, а в лесу. Екатерина, кто пропадает чаще всего у нас в округе? Ну, как я уже сказала, пропадают разные категории людей. Ну, из порядка тысячи сообщений, о которых я говорила, заявлений по детям у нас поступило 157. Среди граждан, наверное, большинство людей, с которыми произошел несчастный случай, они попали в больницу без документов, там, телефон разрядился или еще что-то. То есть они вовремя не смогли предупредить своих родственников, не смогли сообщить по каким-то причинам, что с ними произошла какая-то ситуация. Как дальше происходит? Вот вы нашли человека, что дальше? Нет, сначала есть заявка... Нет, сначала есть заявка... на поиск этого человека. На самом деле, например, когда поступает заявка на поиск человека, есть несколько категорий. Мы это называем условно лес на связи. Это когда человек на связи, у него еще работает сотовый телефон мобильный, ему еще вся родня не высадила этот телефон с вопросами, что ты видишь вокруг себя в лесу, ну, как для примера. Ему еще не высадили телефон так же родня с вопросами, давай ты вот иди туда, я тебя сейчас выведу по солнцу, по лучку и так далее. Вот я бы, если честно, если бы я потерялась, зная текущую обстановку, я бы не стала звонить родней и говорить о том, что я потерялась. Я бы позвонила в 112, я бы сказала, что я такая-то, такая-то, вышла я оттуда-то, я потерялась, я не знаю где. Я бы предложила максимальное количество усилий, чтобы сохранить заряд телефона, потому что тогда меня найдут гораздо оперативнее, чем если я буду вообще без связи. Лена, это вы говорите, я бы сделала, потому что вы уже провели сотни таких вот поисков. Я стал тысячи, да. Это на самом деле самое действенное, когда человек на личном опыте, понимая, как этот процесс работает изнутри, понимая, что происходит с людьми там, неважно, в лесу, где-либо еще. То есть ему проще объяснить для всех остальных. Но там паника, там паника. Паника, наверное, с двух сторон. Паника со стороны родственников и паника у того, собственно, кто попал в эту ситуацию, кто потерялся в лесу или еще где-либо. Но тут самое главное сохранить... А тут, Екатерина, включаетесь вы в работу и пытаетесь, и пытаетесь два этих поля, ну как-то и успокоить. На самом деле, вот здесь мы наладили вообще отличные взаимодействия, потому что когда теряется человек в Одинцовском районе, ну допустим, берем сейчас конкретно Одинцовский, так как мы про него говорим, то если человек на связи, звонит у нас только один человек. То есть этому человеку не звонит лесхоз, этому человеку не звонит пожарная служба, этому человеку не звонит полиция, этому человеку звонит специалист из команды «Лиза Алерт» с вопросами, которые занимают максимум 1-2 минуты, чтобы наиболее точно понять, где этот человек находится. Вот здесь важно, чтобы звонил один человек, а не каждый представитель, и спрашивали номер снился, пенсионное удостоверение и так далее. Действительно, мы за несколько лет наладили такую работу с учетом опыта разных ведомств, потому что когда поступает телефон на 112, здесь подключаются различные службы, и наша задача – организовать вот это взаимодействие четкое, чтобы это в данном случае не разряжало мобильный телефон, а каждая служба знала, что в каком моменте нужно подключиться, и что нужно сделать. Ну, а руководство на себя, естественно, берет полиция, так как они за... Ну, в любом случае, у нас это отработано, и жители Одинцовского округа хотя бы в этой части могут быть спокойны, но тем не менее, не расслабляться, быть бдительными, заботиться о личной безопасности. Безопасности детей. Екатерина, Елена, хотелось бы каких-то конкретных случаев, которые произошли в нашем округе, как теряются люди в лесах? Ну, сразу... Какие бывают ситуации? Да, сразу приходит на память такая ситуация, когда пожилые супруга с супругом приехали к своим детям на дачу из другого региона, то есть они не местные, и были они на территории приусадебного своего участка, и решили прогуляться. Недалеко, прям буквально там через дорогу лес. Они зашли в лес, прошли там несколько десятков метров, и пожилой мужчина, он устал. Так как они никуда не уходили с тропинки, вот дом практически вот виден, там через несколько деревьев, они сказали ему, ну, отец, иди, а мы сейчас еще прогуляемся и придем. Когда они вернулись, его не оказалось дома, то есть он до дома не дошел. Поиски продолжались трое суток. Трое суток, и погода, к сожалению, нам тогда не способствовала, шли проливные дожди. Мы не могли применить ни авиацию, ни беспилотники, только с пешими силами мы прочесывали лес. И, к счастью, на третий день погода улучшилась, и мы смогли тогда применить вот как раз вертолет отряда «Ангел». Да, мы летали. Обычно мы просто на визуальные поиски. Это довольно-таки тяжелое и трудозатратное дело, потому что человек не может подать никаких сигналов бедствия. И тут ты ищешь просто визуально, глазами. Что такое визуальный поиск? Ты ищешь глазами. Пилот пилотирует, а наблюдатели, которые сидят на борту, они готовы оказать любую помощь, первую помощь. Они ищут как раз зрительно. И вот в какой-то момент как раз мы обнаружили на опушке леса лежащую фигуру и думали, что, честно говоря, мужчина уже не живой. Но, тем не менее, в нашей обязанности мы обязательно должны это перепроверить. Мы совершили посадку рядышком, дошли до него и уже видим, что дедушка сидит. То есть, значит, он живой, я к нему подхожу, я его потрогала, он абсолютно весь холодный. То есть, это три дня под проливными дождями. У него обезвожение, у него переохлаждение. Дальше начинаю оказывать ему первую помощь, пою горячим чаем, сообщаю сразу в штаб поисковый о том, что мы его нашли, чтобы сюда приехала группа эвакуации. И дальше очень оперативно оперативно. За ним приехали, его забрали, увезли в больницу. Но, к сожалению, через несколько дней в больнице он умер. Ну, потому что он все-таки не выдержал организм. такое пребывание на, хоть это было и лето, но вот эти дожди и все-таки ночи холодные в сырой одежде, они... То есть все-таки лес, это отчасти источник опасности? Лес убивает, да. И вот в прошлом году у нас тоже было в сезоне у нас был погибший мужчина, который уехал на своей машине в лес, он не сказал, куда он едет. И нам пришлось большое количество времени потратить на то, чтобы найти его автомобиль, и мы хотя бы понимали, куда он зашел. Мужчину нашли погибшим, у него случился сердечный приступ, и он там скончался просто в лесу. То есть он даже не смог не вызвать помощь? он не смог, но вот не сообщив своим близким то, куда он пошел, тем самым вот это время, которое мы потратили на поиски хотя бы леса, мы даже не понимали, в какой именно лес он пошел. Все-таки давайте в завершение нашей программы еще раз дадим рекомендации нашим телезрителям, что делать, чего не делать и на что обратить внимание. Если какая-то нестандартная ситуация происходит с вами, с вашими близкими, или вы видите, что что-то не так в поведении других людей? Ну, очень хотелось бы попросить граждан, чтобы они обращали внимание на людей вокруг себя, которые, ну, например, пожилой человек идет, он одет не по погоде, либо совершает те действия, которые, по их мнению, выглядят странными. Пожалуйста, позвоните на телефон 112 и сообщите об этой ситуации. Возможно, этому человеку сейчас нужна помощь, и он потерялся, и его кто-то в настоящий момент ищет. Собираясь в лес, обязательно нужно сказать родным и близким, куда вы идете, на сколько вы идете, взять с собой телефон с хорошей зарядкой либо еще плюс дополнительную зарядку, взять с собой обязательно спички или средства разведения огня, положить их, безусловно, в пакетик, чтобы они не намокли в случае дождя, взять с собой воду, взять с собой лекарства, взять с собой фонарик, либо пользоваться фонариком в телефоне. И в случае, когда, если с вами вдруг произошла такая ситуация, что вы потерялись, не надо звонить всем родным и близким, позвоните в 112, сообщите о том, что вы потерялись, кто вы, откуда вы вышли, куда вы зашли, оставайтесь на месте и лучше разведите костер. И шансы, что вас найдут в самое ближайшее время, сразу же вырастут. Самые, самые высокие, да. Спасибо огромное, что сегодня были с нами. Надеюсь, что мы дали четкий регламент действий, как нужно вести себя человеку в той или иной ситуации. Мы надеемся. Людей, потерявшихся в лесу, в городе, станет меньше. Спасибо. Берегите себя. Спасибо, что сегодня были с нами. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.